А куда же спрятался красный поезд? Найди картинку с зеленым поездом. Где же белый поезд? Не пойму. Найди и покажи желтый поезд. Черный поезд. А где же белофиолетовый поезд? Скорее покажи синий с красным. Где поезд зеленый и красный? А здесь покажи красно-серый поезд. Из всех картинок выбери с белым поездом. А какой поезд в качестве двигателя используют паровые машины? Ты умничка! Конечно же, это паровоз, автономный локомотив с паросиловой установкой. Когда ты захочешь полететь в космос, каким транспортом воспользуешься? Да, ты умничка! Именно на ракете ты сможешь улететь в космос! Пожарная машина! Пожарная машина! Скорее покажи, какую машину вызвать! Пожарная машина! Конечно же, пожарная машина! Она быстро приедет на вызов! А тушить пожар будут пожарные! в шед plain дорогах Покажи, какой общественный транспорт передвигается по железной дороге. ПОБЕДА! ТРАМВАЙ! Он передвигается по железным рельсам. Ой, случилось так, что Петя заболел. Кто же ему поможет? ПОБЕДА! Умничка! Машина скорой помощи. На этом транспорте передвигаются врачи. На каком аппарате ты будешь передвигаться на поверхности другой планеты? Да! Точку! Планитоход! Он может передвигаться по поверхности других планет. Покажи лишний поезд и объясни, почему он лишний. Молодец! Это поезд метро. А лишний он, потому что передвигается под землей. Ого! А где картинка с МКС? И что это такое? ПОБЕДА! МКС! Международная космическая станция. Какой транспорт передвигается по железной дороге? Трамвай. Вагон, вагонетка. Наземная электрическая железная дорога. Какой транспорт может ехать без топлива? Троллейбус имеет электрический привод и получает электрический ток от внешнего источника, от проводов. Какой поезд лишний и почему? Лишний поезд это монорельс. Однорельсовая железная дорога. Используется один несущий рельс. Какая картинка лишняя и почему? Поезд метро. Ведь только он может передвигаться глубоко под землей по темным-темным туннелям. Какой транспорт приедет по заказу? Машина такси приезжает по заказу и может очень быстро перевезти нас в нужное место. Покажи лишнюю картинку. Мотоцикл. Потому что он передвигается только на двух колесах. Один поезд отличается от остальных. Электричка или электропоезд получает энергию от токоприемника. А как ты думаешь, какая машинка может разровнять кучу песка? Отлично! Это бульдозер. Он может выравнивать поверхность и передвигать большие камни. А какая машинка перевозит небольшие грузы на маленькие расстояния? Ты умничка! Это мини-погрузчик. Ты умничка! Вы умничка! Все верно! Это автокран. Покажи машинку, которая умеет рыть траншеи. Победа! Конечно же! Это траншея-копатель. Куда спряталась машина, которая умеет замешивать бетонный раствор? Да вот же она! Точно! Это бетономешалка. Какая машина перевозит грузы на бетонный раствор? Музы и может сама себя разгрузить. Музы и может сама себя разгрузить. Молодец! Это самосвал! Покажи машину, которая может поднять вверх строительные материалы. Покажи машину, которая может поднять вверх строительные материалы. Это бульдозер. Он легко разровняет огромную кучу песка, либо щебня. А также может передвинуть огромные и тяжелые предметы. Экскаватор. Эта машина необходима, чтобы копать глубокие-глубокие ямы. А копает он огромным ковшом. Лесовоз. Грузовой автомобиль. Он умеет перевозить огромные бревна, а также любые другие пиломатериалы. А ты знаешь, что бумагу делают из дерева? Экскаватор-погрузчик. Экскаватор-погрузчик. Это специальная машина, у которой целых два ковша. И она способна выполнять функции экскаватора и погрузчика. Ставь лайк, если управлял такой машиной. И ставь 100 лайков, если хочешь поуправлять. У самосвала есть огромный кузов, в котором он перевозит разные большие грузы. Самосвал может самостоятельно себя разгрузить. А загружает в самосвал экскаватор, используя свой большой ковш. Фронтальный погрузчик. Он необходим для погрузки разных материалов. Также он может возить грузы и буксировать оборудование на небольшие расстояния. Скрепер. Срезает слой земли и готовит основание для будущей дороги. Скрепер. Скрепер. Это землеройно-транспортная машина. Траншей-копатель. Это строительная машина для рыбья траншей, либо длинных ям. А дальше в эти ямы прокладывают инженерные коммуникации, например, трубы. Пуровая установка. Она проделывает глубокие скважины в грунте, например, чтобы добраться до воды. Дорожная фреза. Эта машина умеет срезать и измельчать асфальт. Если в дорожном покрытии появились дыры, необходимо его заменить. И тут дорожная фреза приступает к работе. Гудронатор. Поливает щепень на дороге склеивающим раствором, гудроном. Эту машину можно использовать для автоматического, либо ручного распыления. Даже можно задать скорость распылению. Асфальтоукладчик, либо дорожный каток. Ставьте лайк, если видел такую машину или очень хочешь увидеть. Он предназначен для укладки и выравнивания асфальтобетонного покрытия. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. И субтитры делал DimaTorzok И субтитры делал DimaTorzok И субтитры делал DimaTorzok